шалом хаверим приветствую вас из города великого царя у нас праздник друзья это праздник хануки праздник света праздник обновления освещения праздник помазания и конечно же праздник победы друзья это особенное время и я хочу с вами поговорить немного об этом празднике что это когда это началось зачем это началось друзья во время маковеев здесь царствовал антиох 4 эпифан он сын антиоха 3 антиоха великого он вообще проводил политику эллинизации то есть что это значит он делал так хитрым обманным путем завоевывал души людей он не пришел в иудею для того чтобы завоевать их знаете как пытались завоевать другие новоходоносор и другие императоры и цари он это делал очень хитро и вообще не каноническая библия говорит нам что даже некоторые из священников они были увлечены друзья к чему это привело это привело конечно же к тому что в конце концов нечистое животное было принесено в жертву в храме друзья и восстали маковеи маковейские войны если вы когда-то читали об этом это исторический факт друзья что небольшая группа людей победила целую армию антиох эпифан 4 он был из династии селевкидов и он правил как бы в сирийском царстве было сирийское царство на то время друзья и что я хочу сказать очень интересный факт что его мать звали лао дика или лао дикие да если вы помните это местописание из третьей главы откровения о церкви в лао дикие где господь обличает ее и так далее и тому подобное а почему господь обличает ее потому что она уснула потому что она оставила первую любовь потому что она оставила этот огонь друзья и я как бы все это сова сопоставляю вместе мне было очень интересно прочитать историю этого человека друзья я хочу сказать вам что писание говорит нам не любит и мира не того что в мире здесь не говорится о том что мы не должны любить как бы творение божие что мы не должны любить деревья животных и тем более людей когда писание не любите мира не того что в мире писание говорит об определенном об определенном понимании вещей то есть писание говорит об определенном типе мышления то есть если мы любим мирское больше нежели мы любим то что бог предлагает нам то писание говорит кто любит мир в том нет любви очень как завоевывал антиох эпифан землю иудейскую он предлагал разного рода развлечения где в центре внимания был человек друзья сегодня это происходит не только в мире к сожалению это происходит во многих местах где люди говорят что они прославляют бога центре стоит человек вообще это греческая культура и философия когда в центре стоит человек человек он на своем месте когда бог создал человека он ведь увенчал его славою честью но все-таки бог должен быть в центре внимания и нет ничего плохого в том что люди посещают театры кинотеатры что в том что люди развиваются в культуре в этом есть что-то прекрасное мы не говорим что все что есть греческое это плохо но мы говорим о том что дьявол он искусный лжец он отец лжи поэтому нам нужно помнить что произошло на хануку и что этому предшествовало то есть антиох эпифан он обманывал народ божий до того что даже священники я верю что это говорит вам о чем-то они были увлечены этим но восстали люди божьи люди которые не могли смотреть на это люди которые не могли воспринимать это потому что народ был увлечен и сегодня есть такие люди как маковеи друзья есть люди которые проповедуют нам истину есть люди которые ведут вот эту духовную борьбу для того чтобы мы проснулись писание говорит стань спящий и воскресни из мертвых и осветить тебя машиах осветить тебя мессия господь христос я хочу сказать вам драгоценные друзья что там было масло которое они нашли и было она запечатана первосвященником это масло должно было гореть только один день когда они очистили весь храм но произошло чудо им нужно было восемь дней чтобы вновь сделать масло чтобы вновь это масло осветить и вот это масло один бутылек которого хватало на один день горела восемь дней что такое 8 это вечность бесконечность бог заключил завет с израилем бог заключил завет с общиной с телом мессии с церковью навеки друзья я хочу сказать вам вот эта небольшая группа людей она победила антиоха эпифана великую большую армию потому что писание говорит что тех кто за нас их больше нежели тех кто против нас и тот кто в нас он больше того кто в этом мире друзья на этот праздник даже сам господь ешо приходил в иерушалае я хочу сказать что именно в этот праздник друзья нам нужно задуматься и нам нужно подумать в чем мы находимся может быть мир увлекает нас более нежели бог привлекает нас к себе может быть мы заполнены мирским более нежели заполнены божьим духовным писание говорит не любите мира не того что в мире все что в мире похоть плоти похоть очей и гордость житейская несят отца но писание говорит что бог он приобрел нас кровью агонса бог он оправдал и очистил нас и писание говорит чтобы мы полагались на него и шли вслед за ним чтобы мы вели эту духовную борьбу не для того чтобы воевать духовно а для того чтобы побеждать я напоминаю вам что праздник хануки это праздник обновления освещения праздник света праздник божественного помазания и праздник победы друзья пусть эта победа которую даровал нам господь ешуа через древо через голгофу она на самом деле настолько ясно и важно должно быть для нас пусть эта победа она будет всегда внутри вас и пусть эта победа всегда говорит в вашем сердце чтобы вышли за господом и чтобы вы освещались писание говорит сам господь ешуа сказал освети их истиной твоей слово твое естественно писание говорит чтобы святые освещались еще писание говорит вы свет мира поэтому светите друзья творите добрые дела чтобы они видели и прославляли отца вашего небесного так сказал господь идите друзья писание говорит нам проповедуйте евангелие писание говорит нам также потрясающую вещь что господь всегда дает торжествовать нам миссии ешуа и распространяет через нас свое благоухание это и есть масло благоухание а себе распространяет через нас поэтому не бойтесь друзья проповедуйте слово божье и живите соответственно этому слову я благословляю вас и желаю вам хорошей хануки пусть ваш огонь горит и пусть он не угасает и помните что это 8 свечей и каждый день свеча которая называется шамаш это как бы первая и девятая свеча можно ее назвать первой можно назвать 9 последний она зажигает каждый день 8 дней эти свечи 1 2 3 4 5 6 7 8 друзья шамаш это слуга ешуа зажигает нас он зажигает нас для вечной жизни друзья чтобы наш огонь горел и он не газ я хочу сказать вам почему мы называем это первой свечой или последней потому что ешуа альфа и омега первые последние начало и конец поэтому будем следовать за ним и будем следовать его примеру друзья какие бы антиохи не восставали на израиль какие бы эпифаны не восставали на наши души мы победим потому что бог за нас шалом вам из иерусалима